Среди величественных гор, в глубине непроходимых лесов, раздавался дикий, громкий рев. Он мощно проникал сквозь деревья, пробуждая эхо и заставляя замирать сердца. Это был зов помощи, которому должны были ответить только самые смелые и отважные. Быстро передвигаясь по серпантинам, группа скалолазов, опытные в своем деле, направилась к источнику этого тревожного звука. Им уже не раз приходилось спасать людей, погрязших в безысходности, но их сердца были открыты и к судьбе животных. Приближаясь к источнику звука, скалолазы не могли справиться с изумлением. Наверху обрыва они увидели прекрасную медведицу, которая, отчаянно ревя, пыталась помочь своему маленькому медвежонку залезть на гору, но она ничем не могла помочь, кроме зова помощи. Малыш скатывался постоянно вниз по склону и никак ему не удавалось забраться наверх к своей маме. Но ему не удавалось, так как медвежонок получил травмы, когда упал с обрыва. Сердца скалолазов затрепетали от сострадания и решимости помочь. Они тут же принялись осматривать местность, искать лучший путь к медвежонку. Но гора была непроходима, а острые скалы стояли как непреклонные стражи, не позволяя скалолазам привести помощь извне. Знали скалолазы, что нужно действовать быстро и точно, иначе драгоценное время истечет. Один из них достал мобильный телефон и набрал номер спасателей. Звонок длился всего несколько секунд, но каждая миллисекунда была важна. Он сказал, что с обрыва упал медвежонок, он в затруднительном положении и необходимо спасти как можно скорее. Опытные спасатели не медлили и тут же отправились в действие на своем вертолете. В таких ситуациях их мастерство и опыт были бесценными. Взлетев в воздух, они следовали своей цели – спасти жизнь медвежонка. По мере приближения вертолета к обрыву, мама-медведица стала встревоженно ходить вдоль обрыва. Она не понимала, что происходит и опасалась людей и шум вертолета. Медвежонок, полный страха и искалеченный от падений, продолжал пытаться взобраться на гору. Когда вертолет наконец-то снизился до уровня обрыва, спасатели выпустили специальную сетку. Спасатель мастерски накрыл сеткой медвежонка, завязал и подал знак, что можно поднимать. Одно неверное движение, и спасение останется лишь мечтой. Когда медвежонок достиг вершины, благодаря спасателям он сел рядом с медведицей, которая была счастлива. И они убежали вглубь леса. Пережив эту удивительную историю, скалолазы и спасатели остались на обрыве, однако их сердца были полны радости и удовлетворения. Они знали, что смогли спасти жизни двух прекрасных существ, которые теперь снова могут быть вместе и наслаждаться свободой в лесу. Друзья взглянули друг на друга с глубокой признательностью и смирением перед величием природы. Они понимали, что их задача не только помочь людям, но и охранять и сопровождать всех существ этого мира, включая животных. Однако, в ходе своих приключений, они также обнаружили некоторые следы, указывающие на неподалеку находящуюся опасность. Они решили исследовать дальше, чтобы обеспечить безопасность всех существ, живущих в этом районе. Продвигаясь через густые заросли и поднимаясь на вершины гор, друзья наткнулись на старый, заброшенный лесничий дом. Дверь была открыта, и они решили войти, чтобы исследовать, что там происходит. Внутри они обнаружили, что дом был заселен браконьерами, которые занимались незаконной охотой на диких животных. В комнате стояли разнообразные оружия и снаряжение, а на столе лежали списки с видами животных, которых они планировали убить. Скалолазы и спасатели поняли, что им необходимо прекратить эту преступную деятельность и защитить животных от браконьеров. Они вызвали местное ведомство по защите животных и полицию, чтобы провести облаву на браконьеров. Вместе с правоохранительными органами они организовали спецоперацию, чтобы задержать браконьеров и освободить пленных животных. Это была опасная миссия, но друзья были готовы исполнить свой долг и защитить природу. В ходе операции браконьеры оказались в полной неожиданности. Они были быстро и эффективно задержаны, и их предприятие разгромлено. Все животные, которых они держали в плену, были освобождены и возвращены в свои естественные среды обитания. Победив зло и установив порядок в этом уголке природы, друзья остались на некоторое время в этом месте, чтобы помочь местной организации по охране природы восстановить порядок и создать систему контроля за незаконной охотой. Все это время, медведица и ее медвежонок стали символами надежды и возрождения для местных жителей. Их история поведала о силе любви и сострадания, которые способны преодолеть самые сложные испытания. В итоге, местные жители узнали оба истории спасения и борьбы против браконьеров, и они были вдохновлены на защиту природы и сохранение окружающей среды. Друзья-скалолазы и спасатели покинули этот район в надежде, что их приключения привнесли перемену в жизнь не только медведицы и медвежонка, но и всего сообщества. Они продолжали свою работу, спасая и защищая животных, а также стремились создать мир, где каждое существо имело равные права на жизнь и существование. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.